Приветствую вас. В первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы, судя по всему, к своей дочери достаточно сильно привязаны. То есть вы говорите мы, вы говорите мы, то есть вы пишете, заигрывается в игрушки, танцует, поет, любим книги читать. Любим книги читать, это такой намек легкий на то, что вы через чур со своей дочерью, возможно, близки. То есть вы, может быть, чрезмерно ее опекаете, вы чрезмерно ее, может быть, как бы окружаете вниманием, ну вот, возможно, возможно, это так. То есть тут как бы я, безусловно, в этом не могу быть уверенным на сто процентов пока что. Но, исходя из того, что вы описываете, я могу заключить именно этот факт. Тем более, что вы говорите, что у нее тяжело прошла адаптация в детском саду, это означает, что у человека есть некоторые проблемы с социализацией. А проблемы с социализацией возникают, когда человек не самостоятельный. То есть я так рискну предположить, что ребенок окружен работой, очень большим количеством любви, опеки. И, в общем-то, вот это и играет роль в том, что ребенок абсолютно не самостоятельен и не приспособлен к общению в коллективе и в группе. То есть я бы, в первую очередь, обратил внимание на то, как вы взаимодействуете со своей дочерью и на установление личных границ между вами и ею. На предоставление ей большей самостоятельности, на то, чтобы оставлять ее дома, в том числе одну, на то, чтобы не заниматься постоянно ее досугом, да, то есть не пытаться ее чем-то занять. Не говорить, что вы должны все уходить из дома и оставлять ее одну дома вообще, нет. Я говорю о том, что ребенок должен быть чисто один. У меня такое ощущение, что она этого не умеет. Вот. Потому что, вот, ходишь потом за няней, дома она веселая, то есть чувствует себя в безопасности. Вот. Ну, в целом, в целом, часто подобное поведение детей может быть связано с определенной обстановкой в семье, которая имеет место быть. То есть, например, закрытость ребенка может свидетельствовать о неискренности в семье, либо о каком-то скрытом давлении, либо о наличии закулисья, как это говорится. То есть, когда публично обсуждаются одни вопросы, а в закрытых форматах обсуждаются другие вопросы. То есть, понимаете, вот вы не задаете какого-либо вопроса. То есть, вы просто говорите, что меня это беспокоит. Окей, вас это беспокоит. Что дальше? То есть, как бы, что дальше это делать? То есть, понятно, что вашу дочь желательно показать детскому психологу, чтобы он очно контактировать с ней через игротерапию, выяснить, что ее беспокоит. Это может быть какие-то обиды, там, на мат, на ца, на что-то еще. Это может быть какие-то проблемы, например, что она тяжело адаптировалась, что она тяжело расставалась с вами, например, или что-то еще. Вот вы тоже есть свои причины. И вы волей-неволей своими действиями, своим поведением подкрепляете у нее данную тенденцию. Поэтому дочку к детскому психологу вам переднаприть свои семейные отношения и больше давать свободы ребенку, больше, так сказать, отпускать его в свободное плавание, больше позволять ей себя проявлять и поменьше вот этого вот любим. То есть мы, да, вот если как мне быть, как мне быть, чтобы что, опять же. То есть какая цель. Социализировать ребенка, тогда ребенку нужно детскому психологу показать. Но опять же, семья это система, и если, как бы, будет меняться только дочь, то ничего, скорее всего, не получится. Меняться нужно вам, меняться нужно отцу, если он есть, меняться нужно всем членам семьи. Поэтому тут, как бы, такой момент. Ну и вам, возможно, имеет смысл пересмотреть свои отношения в семье. Самое что, это тоже такой достаточно актуальный, важный момент. Вот. Ну, наверное, наверное, все. Как бы, пока что добавить, наверное, нечего. Вот. Немножко бросилось в глаза, то есть вы пишите, нянечке тяжело с дочкой играть и полынуть. То есть вот, как-то она могла бы нянечке, например, дочку приобщить как-то вот к мытью полов, то есть, ну, предложить это в виде игры какой-то. Тогда бы не пришлось бы решать такого рода дилемму. То есть это вот, ну, опять же, это вопрос подхода. То есть, знаете, нянечка, она, ну, про няня, мне кажется, должна иметь, как минимум, педагогическое какое-то образование, да? Вот, хотя бы начально, чтобы иметь, ну, возможность общаться с детьми. А, опять же, нянечка, почему нянечка моет полы? То есть я, конечно, может, чего-то не знаю, но нянечки, это люди, которые, как раз таки с детьми проводят время, а не моют полы. То есть вот, полы могут только другие, другие люди. Вот. То есть этот момент, мне кажется, тоже не совсем проработан вами, не совсем продуман. Обратите внимание на то, что вы, вот, зарегистрировались как Мария Алекс. То есть я так полагаю, что Алекс это ваш муж. Вот. И, типа, это тоже свидетельствует о проблемах с личными границами. То есть это вы вместе. То есть, как бы, личные границы, это, вот, мне кажется, такая некая глобальная проблема вашей семьи, которую нужно решаться. То есть у вас даже нянечка выполняет абсолютно не свои функции. То есть вы говорите, что в ее обязанности это вообще не входит, воспитательная дочь особо не контактирует. То есть в обязанности нянечки не входит играть с ребенком. Что, ну, мне всегда казалось, что няня когда-то, когда так, то он занимается ребенком. А полы могут другие люди. Опять же. То есть, ну, может, я чего-то не понимаю, но этот момент тоже нужно как-то, вот, так сказать, раскрыть. Вот. Ну, и нянечку, опять же, желательно бы подобрать такую, чтобы раскрывала ваша дочь. То есть это, в данном случае, нянечке, наверное, больше подойдет, если это будет девушка. Ну, скажем так, молодая женщина. То есть лет двадцати, двадцати трех. Чтобы это была активная, спортивная, такая бойкая для женщины. Вот. Чтобы она ваша дочь смогла раскрыть. Потому что, ну, не подойдет у вашей дочери такая пожилая няня. Потому что, видите, вот, что она по пятам ходит за няней. Вот. То есть это говорит о том, что ребенок тихо сеет ко взрослым. А с детьми ей тяжело общаться. То есть это говорит о том, что вот свои импульсы она выражает только на фоне взрослых. Тут нужно работать именно над тем, чтобы ребенок более аутентично выражал свои спонтанные какие-то реакции другим детям. А этому может научить только человек, который сам недавно был ребенком. То есть вот, как раз таки молодая девочка. Поэтому нянечку тоже нужно выбирать с учетом индивидуальных особенностей вашего ребенка. Если вы хотите, опять же, ей помочь. На этом все. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Удачи вам. Всего самого доброго.